Это очень жесткий обман, конечно. Пока это худший бокс, мне кажется, из тех, которые ты пробовал. Это какая-то прилипшая к пакету блевотин. Палочка со вкусом бензина. Это одно из самых кислых конфет, которые я ел. Это смерть! Но когда вот такая мелкая залупонь, первое вкусное что-то в этом боксе... Здарова, братишки! Меня зовут Ася Поспик. Сегодня я заказал огромный азиатский бокс. Это один из самых дорогих боксов, который мы заказывали. Он стоил 3000 рублей, плюс доставка 600 рублей. Итого, 3600 рублей обошелся мне вот этот боксик. Здесь должно быть где-то 27-29 сладостей. И я подумала, что будет веселее, если я позову гостя. Я знаю, что вам нравится, когда мы с Ваней пробуем разные сладости. Поэтому, Вань, заходите! Слушаю, добрый день. Заметал, когда мы с тобой сидим на кровати, мы одного роста. Потому что я хоть тебя и выше, но я и тяжелее тебя, и сильнее, наверное, вдавливаюсь. Кровать, она мягкая. Да, это был комплимент тому, что я мало вешу. Не, ну, это просто я много вешу. Ты пока не настолько много, как я. Это чисто азиатские сладости. Знаешь, сколько он стоил? Тысяча три, наверное. Ты слышал все? Нет, я и сам знал. Я заказала, типа, не с Валбереса, а с сайтов боксов. Просто коробка внутри сладости. Обычно, знаешь, типа, сладкие боксы некрасивые. Да, а это некрасивее будет? Нет. Отстой. Внутри, вот. Пупырочки. Азиатские пупырочки, ура! Не азиатские пупырочки. Перед началом, пожалуйста, не забудь подписаться на каналчик, поставить лайкосик. Погнали пробовать сладости. Знаешь, что мы видим? Это чипсы. Они выглядят вот так. Тут написано ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ГА. Блин, так буквы непонятно написаны. А есть нормальные? Вон, русские с другой стороны. Короче, эти чипсы в форме рыбы. Я сейчас корейский язык изучаю, поэтому пытаюсь прочитать. Вот это я не понимаю, что за буквы. А, ну ты вообще корейский не знаешь. Есть грешок такой за мной, я не знаю корейского, простите. А, 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 фу. Пахнет рыбой. Ладно, давай пробовать. Нет, я не смогу это пробовать. Ну. Вкусно? Какие-то они безвкусные. Картон какой-то. Не, чипсы в корее. Ну нет, как печеньки. Ну печеньки, да, такие не особо сильно вкусные. Печеньки в виде чипсов, которые пахнут ужасной рыбой. Какие-то вот такие сладости. Написано на русском. Шоколад. Это шоколад на палочке клубничный. Смотри, какой неаковай. Сделай рожицу какой-то в кролике. Посмотрите, Ваня похож на этого кролика. С этой стороны не шоколадные, с этой стороны розовенькие. Пахнет клубничным шоколадом. Клубничкой. Ладно, на. Спасибо. Это тебе. Это мне. Ну, обычный клубничный шоколад. Не самое вкусное, что я ел. Похоже на милку. Да, милка с клубникой, вот это знаете. Не шоколад вкусный. Блин, сил снимать этот ролик вообще нет. Я знаю, что делать. Что? Я недавно нашла натуральный энергетик на основе чая Пин. Вообще, чайный кофеин в составе здорового альтернатива обычному кофеину. Пин без сахара и калорий. У меня три вкуса персик, ежевикой и оригинальный. Спасибо. Чьюс. Мне очень нравится с ежевикой. Дай с персиком попробую. Дай с ежевикой. Тебе какого очень нравится? Мне с персиком больше нравится. А мне с ежевикой. По вкусу похож на липтон с персиком, а мне нравится липтон с персиком. Этот энергетик похож на обычный холодный чай. Это прям холодный чай. В состав входят натуральный подсластитель, стевия, чайный кофеин, эльтианин и витамин С. Он идеально подходит для активного отдыха или занятия спортом. При этом через некоторое время чувствую прилив сил. Без перевозбуждения и без последующего упадка сил. Пин продается на Озоне, на Валбересе и на Яндекс Маркете. Ссылку на этот напиток я оставлю в описании. Также у Пин есть своя группа ВК, где вы можете прочитать много интересной информации. Кстати, по секрету, я связалась с брендом и попросила промокод на скидку 10%. Промокод POSPIC, а скидка действует до 15 ноября. Давай, доставай ты. Это спрайт. Это обычный спрайт, реально. Ну, из Китая, посмотри. Тут на китайском все написано, вот. Это просто спрайт, обман. Из Китая. И че? Ваня! Не я. Да ты, фу, ну не надо так делать, ты без аппетит портишь. Ася нарыгала и на меня все скинула. Все же видели, напишите, что это Ася рыгнула. Это спрайт. Да, да ладно, Шерлок Холмс, блин. Серьезно, что ли, спрайт? А я-то думал, вот это у вас поздание в напиточках, конечно. Это буллинг, токсичная атмосфера в этом видео. Он еще покоцанный какой-то. Следующие это вот такие, что это, я не знаю. Конфеты. Турки. Турция, это Азия. Они, кстати, тоже со вкусом спрайта. Тоже со вкусом спрайта. Прикол в том, что вот тут как бы все не русское, но тут этикеточка на русском. Вот, спрайт урисован. Наконец-то это конфеты в упаковках, которые не кислые. Ага, откуда ты знаешь? Ну там спрайт написано, спрайт же не кислый. Как тебе? Ммм, прикольно, да. Реально не кислые. Да ты всегда так говоришь. Не, я, ну сейчас реально не кислые, попробуй. А-а-а, это не спрайт. А это не спрайт. Зачем ты меня обманул? Ты сказал, они не кислые. Я слушаю твое оправдание, почему ты не оправдываешься? Не помню. Какой-то фиолетовый треугольник с уточкой. Печеньки. Печеньки, я думаю. Микки Маусем. Смотрите, это печеньки с Микки Маусем. Ты что, уже жрешь? Нет. Вань, ну мы же обзор делаем, а не пожрать собрались. Что? Да, вы видите, что они печеньки, вот такие тоже есть. У нас тоже такие придаются, вот эти, чокобой. Ничего необычного. Ну пока что-то этот бокс не слишком удивляет, честно говорю. Обычные печеньки, обычные конфетки. Спрайт. Написали иероглифы поверх и думают, что все крутые. Это вот такие желешки, смотрите. Мы такое пробовали, у нас такое в магазинах продается. Оу, щит. Это фиолетовая, знаешь чем? На, поешь. Не, не буду. Помнишь, как-то раз мы курил... Ой. Ну что, ну как сказать? Помнишь, как-то раз мы покупали курилку с вкусом блевотины? Так вот, она была вот с этим Таро Флейвор. У меня с клубничкой, мне нравится. Может быть тут необычный вкус, поэтому это в азиатских сладостях. Но у нас такое уже продается, вот в любом магазине. Зайди, продаст. Ты, ты эту стрелу видел? Угу. Ты же сказал, что это блевотинь. Ну, чего же делать? Ну, как вот это мороженое Таро, если кто не знает, это на вкус какое-то печенье с чем-то. Не мой любимый вкус. Это просто желе. Что это за вкус такой популярный в Азии? Какая-то мороженое Таро фиолетовое. Часто вижу с ним, но ни разу не видел саму вот это мороженое Таро. Вот такая лапшичка Наруто. Я такое видела в каждом втором магазине, которые продают всякие необычные сладости. Стоят она там рублей 300 постоянно. Ну, короче, долго. А соси вот трактай. Это быстро заваримая лапша. Внутри мы видим складную вилочку. Это, кстати, необычно. Сухие овощи и мясо. Ну и сам пакетик со специями. Заливаем все это кипятком и ждем. Когда заварилось, выглядит красивенько. Ничего тут складная вилочка, смотри. Нифига. Да, ну не подожди. Потом помоем, сохраним. Попробуй. Неплохо. На вкус как обычная лапшичка. Немного со стринкой и все. О, смотри, это поки. Просто поки из другой страны. Это другой фирмы. Вот поки, которые мы постоянно едим, оно не так выглядит. Просто написано поки. Не, ну вот с такой упаковкой ты хоть раз видела? Вот так выглядят поки с манго. Дай, я открою. А ты еще по три часа в руках мнешь, блин. Я изучаю. Я по три часа. Вань, кто убирать будет эти крошки? Смотрите, вот упаковка внутри, как у поки. Пахнет очень жестко. Прям вот манго, маракуйя вот этой. Химоза какой-то пахнет. Не, манго прям жестко пахнет манго. Ну нормально. Очень прям со вкусом манго. Может мне просто попалась палочка со вкусом бензина? Не супер. Мне вообще не нравится. На вкус как хрень какая-то. Вань, ты в курсе, что мы видео снимаем? Да, полежать захочу. Это какая-то китайская сладость. Тут какая-то рыбка. Вафельное печенье. Вау. Реально рыбка такая. А внутри там шоколад вроде. Внутри, да, шоколадка. Давай. Такая супер дешевая вафля. Это же горчит как будто немножко. Простите, китайцы, если это ваша какая-то народная сладость. Но мне не нравится вообще. Тут воздушный шоколадик. Мне кажется, что вот это со вкусом бензина. У меня куча вопросов. Что? Что, простите? Я заплатила 3000 за необычные азиатские сладости, чтобы мне положили Oreo с шоколадом, который продают в каждом магазине? Тут даже иероглифов нету. Вы что, все по-английски просто? А, черничное мороженое. А почему тут шоколад? Черничное мороженое написано на этикетке. Разворачиваем, написано chocolate and cream. Это очень жесткий обман, конечно. Пока это худший бокс, мне кажется, из тех, которые ты пробовал. И самый дорогой, на секундочку. Перепутали, наверное, и засунули обычные. То есть, прикиньте, вы такие, хотите азиатских сладостей, копите на них, тратите последние деньги, а вам кладут обычный Oreo шоколадный. Чисто на, поешь. Фу, ты чувствуешь привкус? Не. Ну, как-то по очереди привкус чувствуем. Ой, да, я тоже чувствовал привкус. Может, это обычное Oreo, которое насрали азиаты, поэтому ложили в азиатский бокс. Лучшая компания пока что вообще по доставлению боксов. Мне наклейки положили, смотри, с Геншином. Ну, это, конечно, с их стороны такой себе ход. Мы положим полное говно сладости, но задобрить постараемся наклейками, чуваки. Так не работает. Какая-то палочка с... что это? С жидкой что-то внутри. А как мне это открыть, если внутри вода? И мерч, кстати говоря. Мой мерч. Ссылочка в описании профиля. Да, смотрите, вот такой вот худи есть, очень прикольный. В магазине мерча также доступны худи 3D, майки, белые вот такие хлопок, портфель, пенал, кружка, скетчбук. Да я не понимаю, как это открыть вообще. Это знаешь что? Нет, теперь это пробует, это всё в слюнях твоей... Фу, какая мерзость. Не так уж это и вкусно, фу. Это... Почему? Ну, вкусно, но чтобы обслюнявленную от тобой пакет обсасывать, фу. Ну, ты мерзкая, не могла аккуратнее сделать? Ваня! Ну, ты не мерзкая, ты противная, извини. Хватит там шариться. Я не мерзкая. Ну, не мерзкая-то, прости. Ты просто чуть противненькая. У тебя, кстати, печеньки вот тут, усики из печенька. Я всё это время была с усиками? Ну, ты по факту и сейчас усика не из печенья. Да Ваня, хватит! Это похоже на, знаешь, на что? На виноград. Это с яблоком. Похоже на мороженое. Шутка была раньше, за 2 рубля продавался такой лёд. Кто-то помнит? Я вообще не знаю. Кто-нибудь... Ладно, мне слишком много лет. На, бабуль. Ты старше меня! Какой бабуль, дедуль? Ооо, конфетки с колой обычно вкусные, давай. Выглядит вот так. Как будто какая-то сладость из 90-х, давайте же её попробуем. О, мы где-то, кажется, пробовали такое, но это неплохо. Она вкусная? Ну, когда вот такая мелкая залупонь, первое вкусное что-то в этом боксе, ну, почти первое, это я как-то не очень. Я тоже ставлю им лайк. Вау, смотрите, какая мармеладка выглядит, на самом деле, аппетитно. Хочу её попробовать. Да, я попробую первый. Прям мармелад еще, мармеладный пластелин как будто. Ты её сейчас руками всю обтрогал, которые не мормоешь раз в год. Это мотти? Это типа мотти, да. Фу, я думал, это кусок мармелада такой, а это невкусная мотти. Безвкусная, я бы сказала. На, дизлайк. Вот такие печенюшки, вот эти сломанные. Будто какое-то слоёное тесто, а не печенюшка. А-а-а! Кстати, прикольно, она солёненькая. Это же солёненькая? А-а-а-а! С васаби, она как будто с васаби. А, да? Ты вообще остроты не чувствуешь? А по консистенции похоже, как будто ноги, когда давно не мыл, и с пятки вот такой слой срезаешь. Не, неожиданно, когда ждёшь сладкое, а там типа солёное или острое. Да, это реально неожиданно, я тоже думала, что это печеньки. Мы этой фирмы конфетки недавно пробовали и тоже купили просто в обычном магазине. Да, они были немножко в другой упаковке. Ой, пахнет лимоном, я прям уже чувствую. Две палочки для тебя и для меня. Попробуй, скажи, кислая или нет. О, прям очень жёстко пахнет даже не лимоном, а лимонной кислотой, вот которой мы чайник чистим. Ну как? Это плохо от жвачка. Кисло? Ну, чуть-чуть. А, чуть-чуть. Ну, реально вообще почти не кисло. Язык разъедает. Ой, ну у тебя вообще отбитые рецепторы на языке или что? Не, она кисленькая, я в первый раз в жизни честно сказал. Не, ну для жвачки на самом деле очень даже неплохо. Сумасшедший. Вот такие печенюшки. Ну мы по типу таких же уже пробовали, по-моему. Ну какой-то бокс вообще супер разочарование. Это реально вообще отстойный бокс. Но мало того, что он стоил дофигища. Ещё и как бы продукты не ахти, только парочку нам зашло. Так ещё и Орео перепутали. Так это точно такие же. У нас уже были такие печеньки, просто они были с... С Микки Маусом, а теперь с пандочками. Смотрите, как она смазана. Типа как будто время немного прошло этих печеньков. Там внутри был шоколад, а здесь внутри белая. Другое дело, конечно, я в 3 тысячи заплатила за то, чтобы попробовать печеньки из магазина. Но эти прикольные тем, что тесто у них как будто солёное, а внутренно сладкое. Ну они, кстати, да, повкуснеют. На том спасибо. Ну мне кажется, такие боксы берут, чтобы удивить себя. Побаловать чем-то новым. А здесь, ну, так особо ничего не удивило. Мне кажется, понимаешь, либо есть ли красивая упаковка на подарок. Либо да, красивой упаковки тоже нет. Одно дело красивая упаковка, можно и как бы и говна понапихать, главное подарить и всё, чтобы от себя отвязались. Тут как бы это и не на подарок особо. Значок с джинли. Вот такие мотти. Предсказываю, что они тоже будут невкусными. Но мне мотти тоже не нравится. Мне нравится мотти мороженое. Слушай, оно даже как-то пузырится, знаешь? Красиво так. Очередная, безвкусная, мягкая штука. Ещё одна пачка кислых, видимо, конфет. Нет, это должно быть... Реально кислые тут написаны, я проспойлерила. Почему кислые тут? Ооо. Кож на мяту. Зато тут такая с*** в трусиках нарисована. Ваня, что ты так говоришь? Аниме-девочка в трусиках. Как она трусы оттянула. Ой, господи, вы посмотрите на это. Давай, пробуй, скажи, кислые или нет. Нет, не кислые. Ммм, сладенькая. Ваня, я бы больше поверила, если бы ты сказала, что она мятная. Я тебе не верю, она кислая сто процентов. Ваня, что-то в это распроувеличивали. Ваня, если даже ты лицо сдержать не можешь, значит, насколько она должна быть кислой? Да не, вообще не кислая. Я тебе говорю. Давай. Не надо так смотреть. Почему? Давай ешь. Это одна из самых кислых конфет, которую я ел. Это смерть. Это прям очень просто. Я ее за щеку убрал, чтобы не сдохнуть, пока ты не попробуешь ее. Я сейчас попробую ее разгрызть, может, она внутри послаще. Чтобы вы понимали, я конфетку просто на язык положила. У меня просто как будто язык круглышком разъела. Ну, внутри она сладкая, но снаружи это просто как будто бы вот эту таблетку для посудомоечной машины на ее закладу. Там было написано 27-29 предметов. Осталась одна мелочевка. Это какая-то прилипшая к пакету блевотина. А тебя не смущает? Тут три жвачки. Вот осталась мелочь. Знаете, типа вот это по рублю, наверное, продается где-нибудь. Обещано 27-29 предметов. Из них около 13 больших предметов было. 13? Это даже не половина. Что это вообще? Самый большой предмет из оставшихся, это какая-то вот такая штуковина. О, боже. Я прям уже чувствую. Да, это какие-то три шарика, которые скорее всего супер кислые. Такие шарики. А, нет, кстати. Серьезно, это просто жвачка. Она не кислая, серьезно. Просто лимонный вкус, но это не кислая. Легкая кислинка прям такая. Я даже вообще не чувствую кисленький. Конечно. Что-то интересное, вот такая вот маленькая долька китката. С пшеном, судя по картинке. Могли бы хотя бы шоколадку положить, а не вот... Ася обожает киткат, и я думаю, она очень рада, что ей положили киткат такого размера. О, он какого-то белого цвета. Было бы вообще классно, если бы он был чуть больше 5 сантиметров в длину. Он меньше моего мизинчика. Не самый удачный вкус, но прикольно. Вот такое говно еще есть. Что это? Посмотрите, это просто как будто какая-то... Не знаю, как это описать. Рога. Закусай. Вкусно. Обманула? Ну, а безвкусная просто штука. Нет, апельсином каким-то. Вкусняшка Мотти. Упаковка черных Мотти. Еще две вот таких Мотти. Почему бы, как бы, говорится, да и нет. Видимо, появилась вещь, которую я ненавижу больше, чем жвачки. Она такая серая какая-то, полупрозрачная. Короче, цвет, конечно, вообще... И пахнет как... Вот прям своими волосами из носа... Нет, вы же чтобы понимали, я видела, как его волоски носа коснулись вот этого. Так они нужны, чтобы почувствовать, что это такое. Я как тараканчик. Да. Пробуем. Можно не пробуем? Нет. Это не просто безвкусно, это невкусно. Вообще, вы понимаете, что это просто прозрачная штука? И там как будто бы моча, которую взбили в желе, агар-агар в мочу добавили и получилось вот это. Не, обязательно пробуем? Да. Лимон какой-то немножко. У нас остались еще пять жвачек, то есть состав бокса. Вот это не жвачки, мне кажется. Это жвачки написано. Нормально, что из 27 предметов 7 это жвачки. Это вообще нормально? И 5 из них порублю жвачки. Ладно, ребят, чтобы не так грустно было, пожалуйста, можете поставить лайкосик, подписаться на канал. И также напоминаю, что есть мерчок. Кто еще не заказал мерч, пожалуйста, ссылочка в описании. Можете заказать такие прекрасные футболки для такие прекрасные худики. У меня коричневая жвачка. А у меня голубая. Вкладыш на китайском. На вкус это примерно как жвачка за рубль. В боксе ты ожидаешь увидеть немножко другое, если вы понимаете, о чем я. Смотрите, мы потеряли это, это потерялось под нашими жопами. Возможно, это спасет весь бокс. Возможно, в этом антипакетике такой разъем. Продолжение следует... Продолжение следует...